Ну, наверное, Стена еще душа. Хранительница станет плохая карта, зловещая статуя плохая карта, хотя 7 урона хотя бы раз бы нанести было бы очень здорово. Ну, не, ладно, Стена еще душа. Ладно. Танк-паук все же получше, чем Лепрогном, хотя это неплохая карта для Ахантера. Но Танк-паук получше будет. Я думаю, Тропической Пантеры. Пустынный Верблюд, учитывая, что единицы у нас нет, отпадает Озерная Дева. Ты тоже такая себе, потому что Озерная Дева нужна тем классам, которые используют свою обилку и хотят использовать свою обилку как можно быстрее. То есть на ход на 5, на ход на 6, да, вот она очень хороша выходит. В Хантеру ты хочешь обилку использовать только уже в самом конце игры, а в начале ты все время хочешь тем-тем-тем делать. Поэтому я лучше и это возьму. Огр тяжелого кулака поинтереснее, чем Квалдир-налетчик. Хотя он неплох для Кантера. Ну, я его уважаю на Кантере, но нет, наверное, Огр будет лучше. Безумный ученый без секретов? Нет, спасибо. Тут трудный выбор. Ну, наверное, Морской Великан будет лучше, чем Длинный Лук. Длинный Лук медленный. Джин Ветров мне не нужен. Дай, возьму Морского Великана. Тяжелые карты у нас, в принципе, больше нам не нужны. Двор в Черного Железа легко. Гном-техник, либо Копьеносец. Один механизм есть. И все. Наверное, я Копьеносца лучше возьму. Да, возьму Копьеносца. Тигр легко. Хотя я Культмастера неплох, но у меня пока что-то как-то все тяжеловато выходит. Нестабильный Вурдалак или Зловещий Кузнец. Очень не хочется мне вторую пятерку брать, но это лучше, чем Гуля. А лучше ли, чем Гуля, или нет? Может, Гуль лучше. В общем, ловушку с дротиками я очень не хочу брать. Она мало что делает. Нет, Хантер, он любит очень существенно с малым количеством здоровья, поэтому Гуля, она... Да, ладно, я возьму Зловещий Кузнец. Конец, Сквернобот. И все. Теперь я точно не хочу ничего вообще дорогого. Метка Охотника. Тенетник лучше, чем Пантера. Псаре особо его не на кого кинуть. Тропическая Пантера плюс Тенетник только. Наверное, я еще одного Тенетника возьму. Мне так кажется. Да, под Копьеносца. Можем сравнить. В принципе, Могильный Паук тоже очень хорошая карта, но Могильный Паук это карта для тяжелой какой-то, чтобы достать. Тяжелую карту. Опять же, с тяжелыми картами у нас все настолько хорошо, что нам больше ничего не нужно. Конечно, от Хаймина мы не откажемся, но брать из-за этого Могильного Паука нет. Спасибо. Мы темп предпочтим. Значит, у нас есть Веб Спиннер 66, у нас есть Хаундмастер 60 и Том Спайдер. Где Том Спайдер? Том Спайдер 66. Ну да, я предпочту, конечно, Веб Спиннера. Значит, Элик, либо Скорострельность. Ну, наверное, Скорострельность я немного больше уважаю, чем Элика. Хотя, опять же, тяжелые карты может Элик выигрывать, но такое. Оценим здесь. Кингс Элик 70. Квикшот 72. И да, я с этим соглашусь. Квикшот будет интереснее. Конечно же, Крошер. Крошер лучшая карта. Чудесный дракончик, потому что мне нужны более дешевые существа. Уборочный голем лучшая из этих слабых карт. Откажусь от бойца арены пятерок. У меня слишком много возьму. Чародейский выстрел. Далее. Плохо. Вот так плохо. Учитель фехтования. Не нравится. Очень-очень не нравится. Учитель фехтования. К Канту, конечно, на могильный полк заходит. Для Канта это очень хорошая карта. Для Друида, ну... Тоже хорошая, но не такая. Всем остальным несравненно хуже. Блин, не знаю. Мне не хочется пятерку брать. Я возьму тройку. Змейная ловушка будет лучше, чем командиры гарнизона. Точно. Бомбер. Давай, вполне. Команда взять. Все же у меня это есть. Синетника два есть. Давай. Голодный дракон. Ну, хорошо. Давай, ладно. Голодного дракона возьмем. Это несерьезно. Выслеживание, в принципе, неплохо. Ну, я, наверное, возьму раздражатор. Раздражатор плюс копьяной с неплохой комбо. Даркарин дворф, он тоже неплохо заходит. Поэтому... Ну, и плюс мне какие-то нужны все же быстрые. Стартовая карта. Серебряный всадник элементарный. Это сильная карта. Крутая карта. Еще один крошер с удовольствием. Кислотный слезнюк просто как двойка. Мне очень важна сейчас микроробот поинтереснее, чем скромная рожанность. Лучше, чем Лето Лея, чем Мурлок. Единственный вопрос. Я думаю, да, лучше, чем Мурлок. Да, я возьму микроробота. Жонглер пламенем еще одна двойка с удовольствием. Ментальный техник Мистик Кизана. Ну, тут даже, в принципе, ничего думать. Конечно же, ментальный техник. Итак, что у нас есть? У нас есть 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что достаточно, да, двоих для Хантера. Плюс какие-то варианты в виде Арканшота, в виде Скорострельности, в виде Копьеносца и Раздражатора. То есть, в принципе, старт у нас хороший. У нас очень хорошие тройки. Все абсолютно, кроме Учителя Фехтования. Вот он плохой. Хорошие, очень-очень хорошие четверки. Сайленсить кого мне нужно? Сайленсить мне никого вообще не нужно. Хочется вообще никого сайленсить. Да, Стена еще душа. Нет, ладно, мне Скверноботу хочется сайленсить. И, в принципе, это может быть такая комбинушка. И очень тяжелые и сильные лейтовые карты. Колоду мне очень нравится. Если бы это не был Хантер, я бы сказал, что это точно 12, но учитывая, что это Хантер, ну, за 7. За 7 мы сделаем, надеюсь. Доборы у меня нормальные, у меня 2 тенетника есть. Зачем мне еще больше добора? Вот. Вперед! Вперед! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...